Это наш, походу, клиент, да? Ну иди, иди, Милок, иди. Ты ещё не знаешь, что тебя ждёт. Интересно, да? У них, кстати, в принципе, знаете, очень выгодный, знаете, выгодный бизнес. Мне даже немного жаль их убивать. Ребятулечки, всем приветики. Всем добро пожаловать на мой каналчик. Сегодня у меня будет новая игра. Я сегодня буду играть на своём компьютере, собственно говоря. Игра у нас называется Revenous Devil. Ну, то есть, с моим произношением просто English Perf. У меня уже мой экранчик записывается. Я никогда в эту игру не играла. И сейчас я уже сделаю чуть погромче вам звук. Я не разобралась здесь, как надо записывать этот звук, да? Как там, как там, чё там, да? Но, короче, здесь у нас такая графика игры, да? Слышите, да? Короче, я хочу... А где, где это, где песенка? Песенки, походу, не будет. Ну, короче, я иду в настройки и уже настраиваю язык, конечно же, русский, чтобы мне было понятней, собственно говоря. Так, графику. Ну, я как-то не себя не забираюсь. Но, если чё, мы потом поменяем графику. Слышите музыку. Ну, знаете, для меня это вообще новый, знаешь, типа, чё-то играть в какую-то игру именно на компьютере, потому что я вообще как-то никогда не игра, да? У нас, как бы, особо раньше, знаете, компьютеров таких вот не было. И я, короче, нажимаю уже играть, собственно говоря. Нажимаю день первый, понятное дело. В поезде мне так и не удалось. Я был... Ну, короче, из чего вы почитаете, да? Она поспешно упаковала чемоданы, взяв с собой только самое необходимое. Нам удалось крайне выгодно приобрести стоящий у реки дом, который прежде принадлежал известному вроде в городе парикмахерам. Этот дом, на удивлении, большой. На первом этаже, чтобы открыть здесь чудесный паб. Уютная кухонька. Скорее бы открыть двери для посетителей. Не всегда нравится смотреть, как люди едят. Для того, что я готовлю для них с любовью. Мой муж Персивальн уже сделал уборку и обустроил... Я не успеваю. И совсем скоро все местные модницы, живущие воссреди, будут целовать в прекрасный наряд их... Очень прилично. Наверное, в чем секрет нашего успеха? Конечно же, в наших постоянных клиентов. Поразительные люди. Мне даже немного жаль их убивать. Будда стоит добавить небольшой, небольшой ингредиент. Называется ли тут... В нежном вкусе. Но человеческой кой очень высоко ценится. Причина нам неизвестна. И мы не собираемся ее устанавливать. О, кстати, не переживайте. У нас ничего не пропадет. Персивальн даже придумал. Что делать с одеждой нашей пустительной? Достаточно заштопать дырочки. И можно снова вытащивать. Конечно же, за полную стоимость. Прикиньте! Они, короче, того, ну... Людейшек того, ну... Ну, вы поняли, да? Так, здесь у нас уже, собственно говоря, наш, походу, дом, да, наш. У нас стремительно заканчиваются остатки мяса. Люди в этом городе прожорливы, как собаки. А это значит, что переезд сюда был отличной идеей. Мы разбегатим. Да-да-да, милочка. Не спеши, дорогая. Мы должны вести себя сдержанно и усердно работать. Ты слишком хорошо знаешь, как мы рискуем. Да, знаю. И не хочу, чтобы это повторилось. Сбрось этот труп на кухню. Интересно, да? Вот в чем секрет. А, кстати, забыл сказать, что это демо-версия... Ну, демо-демо. Демо-версия игры. Ну, то есть, как бы, если мне понравится игра, там, если вам понравится игра, то, конечно же, я буду... Я куплю уже полноценную версию этой игры и будем уже играть уже в полную версию этой игры. Я знаю, что я когда-то разберусь с этим микрофоном, всем этим. Я о нем позабочусь. Ладно, хватаем эту бедолагу. Рано или поздно я сломаю себе хребет. Так, хватаем его и ложим, походу, сюда на кухню, да? Теперь нужно сбросить труп в люк, и он сразу же окажется на кухне. Прикольно, прикольно. У вас вот эта движуха, этот семейный бизнес, как говорится, да? Прикольно это замутили. Ай, я не могу. Так, теперь опа, упала нам человечинка. Люк блестяще справляется со своей задачей. Да, супер. Самое время запастись мясным фаршем. Новая мясорубка отлично подходит для крупной добычи. Добыча прям, ух, прям такая жирненькая. Возьмем труп. Трупик. И положим, конечно же, мясорубку. Теперь его нужно провернуть в мясорубке. Интересно, да? У них, кстати, в принципе, знаете, очень выгодный, знаете, выгодный бизнес. Ужас, ужас, просто это, боже, какой ужас, я не могу. Нужно заглянуть в бабушкину кулинарную книгу. Я смогу записать в неё все удачные рецепты. Да, согласна, вот здесь у нас книга, да, за звуком. Ага, то есть здесь у нас есть два рецепта. Здесь у нас есть какой-то гамбургер. И есть у нас, собственно говоря, пирожочек какой-то. Пирог. Интересный очень, да? И что, я посмотрела, да, уже? Так, мне нужна мука и фарш, чтобы приготовить отличный мясной пирог. Да, вот фарш у нас есть здесь. Я уже чувствую его аппетитный запах. Объедение, просто объедение. Так, здесь у нас ложу наш секретный ингредиент. Не будем говорить, какой, да, с чего он. Теперь другой. Можно начинать готовить. Возьмём противень. Так, противень, я взяла противень. И несём, конечно же, духовочку нашу. Так, возьми противень. Женщина, возьми противень, бегом. И неси его в эту, в шафу, духовую. Как он называется? Духовку, короче. Поставим его в духовку. Скоро будет готово. Так, чем мне заняться? Чем там мой муженёк занимается? Или мне нужно поджар, пока он приготовится, да? Ладно. Скоро будет. О, всё. Пирожок готов. Пирожок готов, да? Или может починить ещё две плиты. Но для этого нужны деньги, да? У нас мы бедные люди, мы бедные эти, как называется? Ну, короче. Бедные предприниматели. Разберёмся с этим позже. Мясные пироги отлично подременились. Самое время их доставать. Знаете, странно, типа, что ей только нужно было мясо и мука. Ага, типа, а там вода, там масло, там соль, там всё такое. Как-то странно, знаете. Столько для блюд пустая. Тогда я их поставлю... Тогда туда и поставлю мясные пироги. Так, куда мне уже идти? Ага, вот так вот. Давайте заполним её. О, прикольно. Здесь монета и мышка вот это так двигает туда-сюда. Я, знаете, в этих играх не сильно там разбираюсь. Знаете, как-то не моё. Отлично, всё готово. Интересно, как дела у мужа? Он должен был вымыть пол, да, вообще. Чё это? Чё пол не вымываем тогда? Так, нужно вымыть здесь пол. Нужно всё это убрать. Согласна. Никто не зайдёт сюда, пока не... Пока на полу будут кровавые лужи. В принципе, знаете, логично. Знаете, можно там набрехать, знаете, типа, сказать, что там... Это... Это, не знаю... Это краска пролилась, да? Это краска. Мы там просто здесь красили там одежду. Да, она пролилась. Там всё такое. Всё нормально. Там не нервничайте. Не переживайте. Возьмём швабру, чтобы это всё убрать. Давай, возьми швабру и убирай. Давай. Моем, моем, полыть и вымываем. Такая, конечно, большая лужица, да? Нужно, знаете, посидеть какой-то... Это, как называется, пакетик или чё-то такое, знаете? Я украл какую одежду, кое-какую одежду. Выставленный манекен, ненаряженный. В чём проблема? Надо работать. Я мог бы подлатать украденные наряды и перепродать их. За, конечно же, полную стоимость. Ну, мы же не глупенькие, да, как бы? Конечно, взвинтить цену. Соответственно, ну, мы же, типа, приниматель, всё такое. Не пропадать же добру. Правильно. Быть может, лавка и выглядит неприметно. Но я профессионал своего дела. Ну да, видно, в принципе, да. И твоя жена прям такая кухарка прям от бога. Ой, ближе к делу. Возьмём укладенный наряд из этой стопки. Я бы давно уже взяла, знаете, он что там говорит, разговаривает. Типа, я бы давно уже взяла, всё сделала бы. Дело двигается не слишком быстро. Но я подожду. Подожди. Всё, готово. Давай, иди наряжай манекена. Наш бизнес строится на взаимодействии и сотрудничестве. Ну да, ну да. Сотрудничестве с клиентом, да, чтобы они... Ну, того этого, да. Нужно работать в таком режиме, чтобы Хилдред было удобно. Хилдред. А, это, походу, жена его. Хилдред. Он у нас... Я забыла, как моего мужа зовут. Бывает, бывает, знаете. Не всегда помнишь, с кем это, да, с кем встречаешься. Нарядим в неё манекен. О, это, кстати, это... Это что, была женщина какая-то? Ну, очень красивая, кстати. Кажется, всё готово. Можно принимать клиентов, да? Супер. Открыть лавку. Давайте, откроем. Так, женщина, у меня же всё готово. Мои дорогие клиенты, заходите, заходите. Конечно же, кушайте. Мои пирожки очень вкусные, со секретным ингредиентом. Очень интересным. Смотрите, людям нравится, знаете. Им очень нравится. Они даже не подозряют, с чем оно. Но это станет секретом. Берите всё, что на вас смотрит. Всё, уже закончилось всё. Хорошо, что я заполнила стойку для блюд. А то им бы пришлось ждать, пока я готовлю. А, нечего ждать, нечего мне мешать тут. Каждое блюдо имеет свою цену. В конце концов, я не могу раздавать еду бесплатно. Понятное дело, знаете, ну, типа... Ингредиенты тоже, знаете, не бесплатно приходят нам. Ну, кроме одного, конечно же. Я буду помечать блюда по-разному в кулинарной книге. Хорошо, давай. Блин, слишком много говорят, знаете. Они только заплатят за мою вкусную еду. Прям пальчики ближешь. Ого, кажется, кому-то нужен новый наряд. Ну, пойдём, пойдём. Ой, он ещё не знает, что его ожидает. А, он просто купить? А что, не зайдёшь к нам? Нам просто это нужно... Как бы новый наряд, да, как бы свежая миска, там надо всё такое. Никогда не знаешь, оценивать ли люди твою работу и твой вкус по достоинству. Ну, в принципе, да, знаете, это пожизненно так. Нужно всегда предлагать максимум усилий. Мы не хотим, чтобы поползли... Пополи... Попопо... Мы не хотим, чтобы поползли дуны и слухи. Так что давай, работай, работай. У меня скоро назначена встреча. Нужно снять с клиента мерки. Подождём клиента, да. Ну, пока это, может, что-то сделать, не? Или как? Это наш, походу, клиент, да? Ну, иди, иди, милок, иди. Ты ещё не знаешь, что тебя ждёт. Хана тебе. Я так тебе скажу. Ну, вот мы и одни. Я могу пополнить мясные запасы Хилдред. Да, знаем, да? И давай, мерки, мерки. Снимаем мерки, конечно же. И давай. Мыть не нужно. Давай, давай, давай. Опа! Хрязь, хрязь. Всё, нету. Да, жестоко, жестоко. Я заберу эту одежду. Тебе она всё равно больше не понадобится. Теперь сбросим труп на кухню. Да, тоже, знаете, уже надо пополнить мяско, да, всё такое. Голенький на всё готовенький. Давай. Иди на кухню, да. Потому что моей жёнушке уже нужно пополнять запасы свои, да, как бы, а то запасы заканчиваются. Так, теперь нужно помыть полы быстренько, быстренько, быстренько мой полы. Так, и теперь, так, Хилдер, где ты? Иди сюда, женщина, иди сюда. Давай, шевелись. Иди давай, кидай его в мясо рук. Я не знаю, это прям, женщина, она прям силачка какая-то, знаете, такая прям, ух, такая сильная прям женщина. Так, давай, кидай его и давай, крути. Так, цели, хорошо, я увидела цели. Есть цели, не вижу препятствий, вот, так он называется. Так, давай, женщина, бери вот одно, одну штучку, ты не взяла ничего? О, джиж. О, джиж. Женщина такая. Для этого сначала нужно положить, нет, я поняла, я поняла, что надо положить ингредиенты. Давай, иди, бери чуть миска нашего особого ингредиента. Так, и теперь нужно нам мука, чтобы уже было на завтра. Пока что, что, много прошло времени, не знаю, короче. О, у нас новый клиент, ну, короче, блин, братан, тебе нужно подождать чуть-чуть, потому что, да, как бы, ну, не так быстро. Так, давай, 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 хрясь, хрясь, опа, опа, опа. Все, давай, братан, это, ну, того, там, снимай одежду, да, снимай наши, наши вещи. Так, теперь, иди, это, его, того, туда опускай, потому что уже наши жёночки нужно уже готовить, да, у нас клиент там ждёт, пироги у нас уже готовы. Давай, иди, доставай, вот, у нас новое миско подошло. Так, и теперь мы идём вот сюда, так, подожди, вот сюда, идём, и давай, иди, ложи ингредиенты. Так, теперь нужно убраться, убраться быстрее, пока никто не пришёл нам, потому что будет капец. Так, и теперь, блин, у меня уже, у меня нет одежды, чтобы шить, у меня нет одежды, чтобы шить. Так, подождите, 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 не надо, так быстро. У меня, всё, у меня, короче, у меня уже клиент уже уходит. Ну, классно, в принципе, знаете. Подождите чуть-чуть, я быстренько всё сделаю, подождите. Так, женщина, иди сюда Иди, готовь Я, знаете, что-то вообще не успеваю Капец Так, женщина, подождите Я должна сначала сюда положить Свою одежду, а потом уже Разбираться с клиентами Ой, капец Ой, блин, вообще ничего не успеваю Сделать, вообще ничего Положи на место Вот это вот, возьми вот это вот И потом, блин, вообще ничего не успеваю Сделать, блин, капец какой-то Ха-ха Вот, так, женщина, так, это, платьичко ваше Забираем, конфискуем И ложим женщину Вот сюда, так, теперь Я взяла уже то, что надо, да, вот Теперь нужно сюда, так, теперь Нужно поставить, шить Что-нибудь, потому что у нас вообще Ничего нету, у нас вообще ничего нету Так, мука, мука вот сюда Ложи муку, и теперь иди Вот, ложи вот это все туда В духовочку, так, ты Иди шей, что-то там Иди А нельзя как-то знать еще Ага, мне нужно труп, который Можно скинуть Не, мне нужно это, чтобы ты помыл это Полы Причем, что у нас придет клиента какой-то И у нас ничего нету Блин, у меня капец Ха-ха-ха У меня вообще, у меня просто У меня клиентов завались Продавать нечего Ну, такой, знаете себе, предприниматель Ужасный, конечно же Ну, короче Так, давай, иди Вот это вот бери Вот это вот все У меня же ушло два клиента Один у мужа, один у меня Ну, короче Я не знаю, что они, знаете Хотят от меня очень все быстро Ну, короче Я не успеваю все Знаете, мне нужно еще какой-то Какой-то человек, чтобы Чтобы мне это все делать Потому что, ну, я просто тупо не успеваю Так, у меня уже здесь собралось Мяско свеженькое, да? Нужно уже, как бы, знаете Ну, делом заняться Знаете, а не вот это вот Туда-сюда Так, женщина, подождите Подождите, подождите Мне нужно Мне нужно женщину Чтобы она мне купила одежду Потому что она уйдет И капец будет Я буду бедная Так, мы уже заработали 34 фунта, да? Я так понимаю Наверное Ну, походу, да Так, нам нужно покупать Новые духовки И все такое А что, мы уже закрылись, да? Начинать заново Невероятно сложно Ну, в принципе, да, знаете Нам нужно все благоустроить Так, да Нам нужно купить что-то такое, знаете Интересненькое Я написала список того Что нужно сделать Чтобы улучшить нашу лавку И тогда мы сможем обслужить Еще больше клиентов Посмотрим, что можно улучшить Так Давайте Улучшения мне какие-то Я не знаю, на что мне хватит Улучшения Короче, так Здесь На кухне Так Мне нужно Что мне нужно? Духовка Духов у меня пока не хватает Скорость духовки Может купить Скорость духовки Хотя, лучше, знаете Разделочный стол Чем Ну, блин Давайте я куплю Разделочный стол Да А потом уже Когда уже заработаю Побольше Чуть-чуть То уже Куплю Вот эти вот Духовочку Там все такое Ну, короче У нас еще есть А у нас здесь еще есть что-то Да В ателье Скорость Швейной машинки Ну, блин У меня пока что Денежек не хватает На вот это вот все Ну, короче По-любому с вами Облагородим Все Так Скины Ой Ой, какой красивый Ой, прям не могу Чокнутый скелет Вот это некрасиво Вот это некрасиво Вот это некрасиво Оооо Вот этот шикарный наряд Прям Так Мы уже сами купили Чем мы купили А, еще один разделочный стол Так Нужно Уже Подготовить Знаете, что-нибудь Потому что у нас капец У нас Здесь труб валяется Там Там кровь у нас Вообще, знаете Очень Интересно Знаете Так Ты уже взяла Да, вот это все, что надо Так Теперь мукичку нам надо И уже на второй стол Уже положим Вот это Другое миско И уже будем Уже что-то ставить На лавку Потому что у нас нет Вообще ничего на прилавке Нужно уже поставить Вот это вот сюда Готовить Так Теперь ты Иди давай Мой полы И нам уже нужно Что-то подшить Чтобы Ооо Кстати, иди уже Возьми миско свежее Новенькое И уже положи Вот эту фигню Мясорубочку Так А ты Иди Шей Нам Новые штучечки Потому что у нас вообще нет Что шить У нас вообще нет Что ложить на манекен Ну короче Весело у нас Так Так У нас есть новое миско Так Еще Нужно Еще Чуть Порубить Знаете Такая игра Очень Интересная Да Как бы Ну такая Как говорится Я мама Особенная Да Как говорится Так Нам нужно Уже положить На прилавок Давай Иди Ложи на прилавок Давай Так Я уже Сшил Так Давайте Мы уже Откроем Лавку Манекен Нужно Одеть Стойка Для блюд Пустая Открыть Лавку Да Открыть Лавку Так Теперь Иди Шей Еще Чуть Одежды Ну Чтобы Знаете Чтобы Все Решить Чтобы У нас Все Было Готово Так Теперь Иди Готовь Еще Ложи Потому что Нам нужно Зарабатывать Денежки Обновки Себе Просто так Не купится Правильно Правильно Так Иди Давай Ложи В духовку Так Ты Уже Пошил Сшил Уже Все Что Надо Так Иди Уже Бери Новое Место И Ложи Вот этот Противень Наш Любимый Конечно Так У нас Уже Новый Трупик Вот Сюда Эта Одежда Пусть Она Здесь И Будет Так У нас Сейчас Человек Уже Купил Теперь Можно Уже Положить Новую Одежду Нашую Так Иди Сюда Вот Она У меня Куда Ложить Или Есть Нет Короче Положи На место Женщина Положи Так Нужно Уже Блин Азаре Его Вынала Ну Сейчас Женщина Вот Кстати Сейчас Она Купит И И У нас Уже Будет Новое Это Вот Женщина Покупайте Вкусненькое Мясо У нас Там Преступление Совершается Но мы Не будем Обращать На это Внимание Правильно Правильно Так Ложим Сюда Так Давай Иди За мяском И Так Здесь Нужно Убрать Нам Да Потому Что Негоже Негоже В какой-то Элитный Прилавок У нас Будет Валяться Здесь Чилу Так Так Теперь Ты Иди Вот сюда Ложи На противень И нам Нужно Печь Новый Пироги Потому Что У нас Уже Все Почти Уже Раскупают Так Иди Давай Ложи Вот Это В противень Это В духовочку Нам Нужно Убраться Потому У нас Здесь Просто Море Кровище Так И Теперь Иди Ложи В мясорубочку Наш И Че Ты Взяла Такая Она Интересная Я Не могу А мне Кто-то Пишет И пишет Правильно Правильно Так Берем Наш Собственно Говоря Свежее Мяско Идем Туда Ложим В мясорубочку И нам Нужно Уже Так У нас Уже Убрано Убрано Все Супер Так Иди Давай Ложи Вот Это Все Так И теперь Нам Пирожки Нужно Положить На Стенд Потому Что У нас Нет Чего Клиента Подавать А сейчас У нас Человечек Уже Уйдет У нас Давай Иди Шевелись И Ложи На Стенд Давай Иди Ложи Так Нам Уйдет Уже Женщина Давай Иди Иди Хорош Иди Ты Еще Не знаешь Что Тебя Ждет Так Вот Кушайте Пожалуйста Люди Берите Кушайте На здоровье Да Как говорится Так Иди Теперь Еще Готов У нас 35 Фунтов Прикольненько Да Так Многенько Так Берем Снимаем Одежду Женщины И Скидываем Ненужное Вот Туда В подвал Все В подвал Так И нам Уже Нужно Нарядить Манекен А это Он себе Слишком Долго Знаете Это Все Делает Знаете Сбрасывает Слишком Мало Работает Слишком Медленно Работает Так Давай Иди Туда Ложи Это Все Так И Теперь Мы уже Ложим Противень В Нашу Духовочку Так У нас Пока Что Дела Идут В принципе Неплохо Нам Нечего А У нас Уже Пирожки Готови Давай Иди Неси На Стенд Потому Что Сейчас Люди Уйдут И У нас Не будет Денюжек И Никто Звонит В дверь Ну Пусть Ждет Так Давай Иди Сделай Одежду Так Нам Нечего Шить Я Просто Не Успеваю За Всеми Людьми Так Давай Иди Ложи Вот Сюда Давай Иди За Мяском Ложи Сюда Это Знаете Это Очень Много Знаете Нужно Вообще Как Разорваться Знаете Прям Все Вот Последний Клиент У нас Так Давай Иди Вот Это Вот Мне нужен Труп Ну Вот Тебе Труп Че Че Не Так Бери Давай Работаем Так Проверяю Сегодняшнее Поступление Поступление Какое Поступление Надеюсь Все клиенты Остались Довольны Нашей Работой Я Тоже Надеюсь Знаете Если Дело Пойдет В том же Духе Побежит Молва И Наша Лавка Обретет Популярность Это Дайте Уже Можно Будешь Что-то Сделать Уже Но Одного Этого Недостаточно Нам Вероятно Стоит Прикупить Рабочие Инструменты И Тогда Нашу Лавку Наверняка Начнут Посещать Известные Личности Ну В принципе Да Знаете Плохие Отзывы Один Ну Ничего Страшного Ничего Страшного Следующим Клиентом Мужа Будет Именно Он Знаете Так Нам Нужно Прикупить Какие-то Улучшения В принципе Репутация У нас Неплохая Прибыль За день 27 Фунтов Неплохо Кстати Я бы Знаете Что сделала Я бы Не знаю Что Мне Сделать Лучше Наверное Знаете Как бы Мужа Там Больше Знаете Как бы Прибыли Чем У меня Так Что Может В ателье Что Нибудь Сделать Да Вот Кстати Можно Увеличить Скорость Машинки Чтобы Она Больше Быстрее Дела Да Супер Прям Это И Теперь Так Мастер Сироки Персивай Получает Дополнительную Ткань Ага Украденная Одежда А Ну Блин Не знаю Как-то Блин Ладно Пусть Знаете Что Будет Пусть У нас И там Будет И там Будет Вот Нужно Прибавить Жару Скорость Духовки Вот Можно Кстати Купить Скорость Духовки Знаете Чтобы И тем И тем Как говорится Так Ребятулечки Я надеюсь Что вам Эта игра Понравилась В принципе Игра Неплохая Знаете С своими Странностями Как говорится Ну Секрет Это секрет Ребятки Это секрет Всем огромное Спасибо За просмотр Надеюсь Самое Видео Пандра Было Интересным Обязательно Жмите Там Все Кнопочки Которые Нужны И увидимся Мы Конечно С вами В следующем Видео Всем Пока Пока Субтитры